Как сердце мое она. Это душа моя. Владимир Чеботарев едва сдерживает слезы. Говорит, дома находиться трудно. В его квартире теперь непривычно тихо. А внучки на игрушки будто смотрят с укором. Несколько дней назад малышку забрали в дом ребенка в Апатитах. Одели. Я уже не поехал, потому что мне так плохо стало сердце отрабанить. Думаю, как супругу похоронил сразу с кладбища в реанимацию. Я ее в этот раз уже не выдержу. Маленькую внучку двух с половиной лет дедушка воспитывал сам с семи месяцев. С тех пор, как ее отца осудили. Невестка Владимира Ивановича продолжала жить в квартире с ним, но, по словам мужчины, не слишком ответственно относилась к своим родительским обязанностям. Она, как говорится, 3-4 дня в день погуляет, пройдет. Начинает целовать ее. У ребенка и кашель, и сопли. Стал запрещать, начал на меня кидаться. Мой ребенок, что хочу, то и делаю. Когда под суд попала и мама малышки, Владимир Иванович остался один с ребенком на руках. Справлялся сам, помогали родные и друзья. Полина Тимофеева много лет живет по соседству. Говорит, с появлением внучки мужчина расцвел, обрел радость в жизни. А после того, как девочку забрали, изменился. Его мир словно рухнул. Я не знаю, чем опека мотивирует, какие есть причины для отказа. Но чисто по-человечески я не знаю, кому они сделали лучше. Потому что девочка маленькая ничего не понимает. Это такая травма и тоже ломание психики на всю оставшуюся жизнь. В отдел опеки и попечительства Североморска Владимир Чебутарев обратился сам, в надежде, что помогут и назначат пособие. Прожить на его пенсию вдвоем было непросто, даже пришлось взять кредит. Предварительно деды действительно назначили опекуном внучки. Но спустя месяц решение изменили. Естественно, ему было специалистами предложено представить определенный пакет документов и оформить необходимое заявление. Все сведения, которые указываются в заявлении, все документы, которые предоставляются, достоверность – это ответственность самого заявителя. Владимир Иванович на момент оформления этих документов не указал, к сожалению, о том, что он был ранее судим. А по нормам законодательства опекуном не может являться человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Условный срок, которому был приговорен Владимир Чебутарев, давно закончился. Но факт наличия судимости стал главным в решении вопроса, быть или не быть малышке рядом с родным человеком. Девочку отправили в Апатитский дом ребенка. В то же время мама решила забрать дочку с собой в колонию. По закону у нее есть на это право. Но главное в этой истории все же интересы самого ребенка. Мы прекрасно понимаем ситуацию, прекрасно понимаем все чувства Владимира Ивановича с учетом того, что это ребенок, который по сути с ним рос и на его руках. И мы прекрасно знаем, как он к ней относится. Но, к сожалению, мы были бы рады, если бы кто-нибудь из родственников в этот период обратился, и мы могли бы оформить опеку именно близкому человеку-родственнику, и тем самым он мог бы общаться с ребенком. Общаться, быть рядом, заботиться о внучке для Владимира Чеботарева важно. Каждый день разлуки, полон тоски и тревог. И сейчас он пытается сделать все, чтобы внучка вернулась домой. К нему и к своим игрушкам, которые тоже очень ждут ее возвращения. Янина Морозова, Борис Савельев, Виталий Попков, ТВ21+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!